Итак, девушки и девушки, весовая категория до 54 килограмм. В синей форме Анастасия Трофимова, Россия на ваших экранах. И ее соперница Полина Барачкова, Белоруссия. Они боролись с девушкой на центральном ковре, да, и вот очень интересный был полуфинал у Барачковой. И она проявила чудеса изворотливости, воли к победе и сделала болевой прием, проигрывая встречу. А Трофимова Анастасия чуточка поуверенней шла к финалу, но, насколько известно, в кулуарах получила небольшую травму. Ну, раз она вышла на ковер, значит, готова к схватке. Анастасия повыше своей соперницы. Вот она выполняет бросок назад. Стояла белорусская спортсменка. Разница в росте очевидна. Там где-то полголовы, наверное, разница. Ну и вообще, Настя Трофимова в этом весе смотрела сегодня действительно выше всех. Она, наверное, так и является самой высокой спортсменкой своей весовой категории данного турнира. И передняя подножка, падение на живот, один балл. Такое противостояние видим правши с левшой. По крайней мере, все время влево стоит белорусская спортсменка. Нет у нее возможности, если она и хочет, мы об этом не знаем, развернуться вправо, то Трофимова явно заставляет развернуться свою соперницу все время влево. Посмотрим еще один эпизод. А вот сейчас можно выразиться героем Киплинга. Акела промахнулся. Трофимова у Насти явно хотела сделать ковырок на рычаг колена со стойки. Но промахнулась хорошо. Ее белорусская спортсменка проконтролировала и не дала возможность за себя зацепиться. Причем, обращу ваше внимание, что она это сделала неожиданно в левую сторону. Она всегда боролась вправо до этого. А попытку проведения рычага колена со стойки Анастасия сделала в левую сторону. Хотела сделать сюрприз для своей соперницы Полины. Но сюрприз не получилось. Полина все проконтролировала хорошо. Вот Настя опять стала бороться вправо, как и раньше. То есть вот она имеет обыкновение удивлять своих соперниц, меняя стойки. Но она больше правша, она и в предыдущей встрече вправо боролась. Это вот для одной попытки проведения рычага колена со стойки она влево развернулась. Сейчас вновь в правую сторону. Сбивает в партер. Делает посадку. Данное действие не оценивается. Это на таз. И спартера на таз не оценивается с падением. Счет по-прежнему 1-0. Экватор схватки приближается. Теперь уже белорусская спортсменка идет в более плотный захват. Встречает ее. Да, вот она пошла вперед и встретила ее тут же Трофимова. Броском через спину с колен. Заработала 2 балла. Увеличила свое преимущество. Но, тем не менее, бригада судей решила все-таки обсудить это действие. А может быть, это не 2 балла, а балл. Может быть, этот бок был в сторону живота. И слишком щедро 2 балла для такого действия. Подсказывает Владимир, тренер белорусской сборной, видимо, говорит уплотняться. Все-таки, когда такая разница в росте, тот, кто ростом поменьше, тактически правильно было бы сближаться, сокращать дистанцию и пользоваться своими рычагами с близкого расстояния. Потому что, да, вот видите, 1 балл там в сторону живота было падение. И, в общем-то, более адекватная оценка судьи обсудили и пришли к единому мнению. Повторяется эпизод с этой посадкой. Еще одна посадка на себя практически заваливает Трофимова. Трофимова имеет возможность накрыть на удержание Полина. Сможет ли она это сделать? Уже нет. Трофимова сама переходит в атаку. Пытается перейти на ущемление Ахилову сухожилия. Что ей не удается пока что сделать так, как ей бы хотелось. Но она все равно продолжает это делать. Нет хорошего захвата ногами. Да, нет хорошего захвата ногами. Все сорвалось, конечно же. И, более того, еще, опять-таки, Бурачкова могла накрыть на удержание. Всего 2 балла. Всего 2 балла отделяет Бурачкова от Трофимовой. А Трофимову 48 секунд отделяет от золотой медали. 36 секунд. Это уже тактические подвороты от российской спортсменки, которая уже не хочет бороться в стойке, хочет удержать эти 2 балла. Поэтому такой вот был сейчас неподготовленный бычок с целью перевода борьбы в борьбу лёжа. Держит на дистанции, руки вперед выставляет, к себе не подпускает и первая подворачивается. Да, все говорит о том, что Трофимову просто удерживает свой счет. Белорусские спортсмены поддерживают. Вот на трибунах мы слышим. Поддерживают Полину, хотя, чтобы она отыгралась. Но не успевает. Чуточку быстрее действует Трофимова. Буквально на полсекунды. И время встречи. Золотую медаль завоевывает Анастасия Трофимова весовой категории до 54 килограмм. Первенство мира по самбо среди девушек. The winner in blue representing Russian Federation Трофимова Анастасия.